Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня у нас тема, я думаю, которая волнует всех. Даже, я думаю, какую-нибудь бабушку, и то, наверное, волнует. Мы поговорим о курсе валют. Ну и, конечно же, в первую очередь, вечно зелёного, хотя уже не совсем кто последнюю купюру держал в руках, хотя кто ее теперь держал-то. Но, тем не менее, доллара, да и евро тоже. Всю страну последние два месяца волнует вопрос. Сначала волновал, как же так наш рубль полетел в Тартарары, потом вдруг воспарил практически в небеса. Сейчас, вроде бы, опять пошёл вниз. И что происходит? Почему так происходит? Как должно происходить по уму? Какая перспектива? Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. А вы нам звоните по телефону 300-190. Ваше мнение, вот каким вы видите для себя идеальным курс доллара? Неважно, вы гендиректор предприятия или просто обычный человек, который где-то там под матрасом по соточке баксов каждый месяц привык откладывать на чёрный день. А у нас в России он выступает, как известно, неоднократно. Поэтому 300-190, звоните, интересно, ваше мнение, ваши вопросы. Вот можете спросить наших экспертов, что они думают, хочу их представить. Это Давид Ильич Муглашвили, директор Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день, Давид Ильич. Добрый день. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленности. Павел Владислав, добрый день. Здравствуйте. И человек, который непосредственно занимается бизнесом, который, причём самое что интересно, очень важное для нашего эфира, взаимодействует по линии экспорт-импорт. Это Денис Панченко, генеральный директор ЗАО Фодеско МАК. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, Давид Ильич, наверное, к вам как экономист в первую очередь, а вы тоже не отмолочите, если что. Давид Ильич, каковы причины резкого укрепления рубля за последние два месяца? Спасибо, Роман, за приглашение. Я рад видеть своих коллег. Вопрос чрезвычайно злободневный, как для нашего бизнеса в целом, так и для населения. Каждый задаётся подобным вопросом. Поэтому однозначного ответа здесь нет. Надо разбираться, как говорится, в ретроспективе. Дело в том, что с учётом тех санкций, которые наложены на Россию уже достаточно давно, определённая процедура формирования курса рубля нам и была выработана, Центробанком. Но после 24 февраля, конечно же, всё резко поменялось. После 24 февраля мы не можем говорить о том, что курс доллара или любой другой валюты является рыночным. До этого могли говорить, потому что Московская биржа торговалась. Торговалась достаточно успешно. И почти что сто процентов вероятности можно было сказать, что этот курс, который был, был рыночным. Кстати, забегая вперёд, скажу, что сейчас очень многие политики, в том числе и президент, обратили на это внимание, что надо вернуться к этому курсу. Потому что этот курс, вернее, тот курс отражает реальную стоимость американской валюты. Это 75 рублей плюс-минус? Плюс-минус, да. Плюс-минус 5-10 рублей. Но возвращаюсь обратно к данному вопросу. Почему так произошло? Дело в том, что просто так ничего не происходит. Наш регулятор решил таким образом изъять из рук населения и, соответственно, бизнеса излишки валюты. И это сделано достаточно успешно в этом плане, потому что, вы знаете, были приняты несколько решений, в том числе обязательные продажи, выручки в виде валюты у фирм, которые занимаются, у которых они есть. И, соответственно, то, что продавать можно, а покупать нельзя. Эти ограничения и некоторые другие ограничения. Что привело к тому, что люди вынуждены были действовать таким образом. Если нужны были наличные рубли, то накопленные или поступившие от продажи валюту надо было продать в банке. То есть, получается, что банк покупает, Центробанк, но не продает. Создается определенный дисбаланс. В последнее время, конечно, стали продавать, но курс между покупкой и продажей огромный. Причем, смотрите, что говорит еще раз о том, что это не рыночный курс, безусловно. Вот сейчас экономисты очень шутят следующим образом, что у рубля нет курса. У рубля есть направление, то есть путь. Уже направлений нет. Ну, в определенном смысле можно и так сказать. Но все-таки вот сейчас снижение ключевой ставки Центробанка позволяет нам говорить о том, что все-таки некие изменения будут. Так вот, я продолжаю. Сейчас предприятиям надо платить налоги. Особенно тех предприятий, я имею в виду, которые обладают экспортной выручкой. Платить надо в рублях. А чтобы платить в рублях, они должны продать эту валюту. Соответственно, опять, значит, то есть предложение продать валюту больше, чем спрос на валюту. Поэтому и рубль и укрепляется. Спрос платежеспособный или как? Это уже другой вопрос. Многие граждане хотят купить. Это уже другой вопрос. Мы работаем, живем сейчас в условиях серьезных ограничений. Эта тема закрыта пока. Поэтому валютной массы много, соответственно, рубль укрепляется. Но, как я уже сказал, очень много противников такого курса. Я имею в виду курса Центробанка по отношению к валюте. Среди всех, я скажу вам, во-первых, я приведу слова, вернее, не слова, а позицию бывшего председателя Центробанка Сергея Дубинина, который чрезвычайно авторитетный человек. Или хотя бы давайте вспомним вчерашнее, позавчерашнее выступление Решетникова по поводу того, что курс не соответствует. И даже реплика президента нашей страны, что надо с этим делом что-то... И Песков сказал. И Песков сказал. Как раз Песков и озвучил это намерение. Но, безусловно, дело поправится. Бизнес против, безусловно. Для бизнеса сейчас... Я думаю, что представители бизнеса скажут свое слово. Я потом могу чуть-чуть добавить. Но я тоже на стороне тех специалистов, которые говорят, что с этим курсом надо что-то делать. Более-менее реальный курс доллара сейчас... Именно тот курс, который был до 24 февраля. Это в районе 70-80 рублей. Иначе мы можем серьезный урон нанести нашему бизнесу. Ну, допустим, я скажу от простого человека, я не бизнесмена, скажите, ну вот, Денис, у вас вы вытащите всякие хитроумные детали и так далее, высокую качество, да? Ну, это просто форма штампов, да. Станки у вас чего производства? Импортные. Вот. Я, Роман Быков, теоретически захочу у вас что-то заказать. Допустим, заказывал в том году, закажу в этом. А вы мне скажете, Роман, а стало дороже я. Ну, как это же наше российское, русское родное предприятие? Роман, у меня станки импортные. Я их покупаю за границей. Был доллара 75, стал 120. Извини, дружок, вот поэтому... Поэтому нам-то, гражданам простым, понимаете, вот, Давид Ильич, я не спорю ни в коей мере. И Владислав, наверное, согласится. Ну, мы простые люди, когда у вас отечественное производство, что-то захотим купить, а вы нам непременно скажете, а у меня станки импортные, а у меня удобрения импортные, а у меня ткань итальянская, наш плохой дел. И так или иначе, везде импорт. Поэтому, Роман, извини, мы теперь все покупаем за 120. Поэтому будет дороже. И нам, простым гражданам, это вообще невыгодно. Мы все мечтаем, это все уже и РБК, к Валеке мы озвучат. У населения давно мечта такая, уже почти 8 лет, как курс за 30. Потому что нам, простым гражданам, за 30 намного лучше. Потому что куда ни плюнь, везде вот микрофоны у нас импортные. Вот на ДЛЧ тоже, наверное, ткань импортная. И все импортное, вы понимаете? Вот у нас танки. Не все импортное. Я знаю, но если импортная компонента, и вы нам, производите, все время говорите, Роман, у меня локализация 95%. 95% я делаю здесь, в Твери, в России. А что ж так цены-то подскочили, начиная с марта? Цены подскочили, все просто. Здесь, во-первых, была инфляционная спираль, началась развиваться. Здесь курс никак не повлиял. Он влияет, конечно, определенным образом, но не столь, не стоит, так сказать, переоценивать его значение. Поэтому это была общая инфляционная, так сказать, общая инфляционная тенденция. А по поводу курса, вот сейчас курс... По поводу курса продолжу, после небольшой рекламы. Три минуты, дорогие телезрители, мы ждем вашего мнения. Какого вы курса доллара хотели бы в нашей стране? Три минуты, не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем курс валют, в первую очередь, конечно же, доллара. Почему он так взлетел, ладно, всем понятно. Но почему он потом так возвысился, и что будет дальше? И каким вообще ему надо быть? Поэтому вы тоже подключаетесь к разговору. 300-190. Ваше мнение, о каком долларе вы мечтаете? В смысле курс, естественно, а не бумажка. Хотя, наверное, тоже вряд ли вы мечтаете об Джорджио-Вашингтоне, наверное, об бейджаме и Франклине, чтобы он был нарисован. Мечтаете? Ну да ладно. Вернемся, так сказать, к разговору. Проблема в том, почему упал доллар? Потому что сальдо экспорта превышает на порядок импорт. Импорт схлопнулся из-за того, что ввели санкции. И из-за того, что курс подскочил. Одно дело, люди импортировали. Нет, курс здесь не повлиял. Наоборот, курс, я вам скажу, что я закупил, когда начались эти, так сказать, турбулентности, начались санкции, контрсанкции. Я первым делом, что сделал бизнес, в принципе, не только я, вообще весь бизнес. Он закупил по максимуму комплектующие за границей. Курс был 120-110. Это к тому, что почему сейчас ничего не снижается? Потому что люди сделали запас от 6 месяцев до года, чтобы пережить период турбулентности. надеясь, что вот сейчас через 3-4-6-5 месяцев все рассосется. А что не снижается, уточните ли? Не снижается. Товары не снижаются. Почему стоимость товаров, цена на товары не снижается? Это тоже хороший ответ. И домой вопрос. Все ходят в магазин. Ну, когда? Уже 55. Ну, когда? Такие запасы были сделаны по 110, 120, 130. А почему, ответьте, тоже за всех ваших коллег, в феврале все так резко подскочило? Все можно сказать, запасы же запасы, по 75 рублей сделаны. А запасы подскочило. Опять же, бизнес же не держал такое... Было такое экономическое правило, чем меньше запасов, тем больше. У тебя кэши, тем больше денег в обороте. И бизнес не держал большие запасы комплектующих. Там был трехнедельный запас по всем этим программам в месяц. Ну, понятно. В общем, все все накупили. Да, и потом этот скачок, когда произошел, что все испугались. Подумали, что лучше держать запас на складе комплектующих, чтобы, не дай бог, не остановилось производство. Потому что если оно остановится, то тогда вообще бизнес рухнет. И сейчас они вынуждены торговать тем, что есть. По 120 рублей. По 120, да. И пока эти складские запасы не размоются дешевыми закупками. Сейчас по 60, по 65. Кто-то все равно покупает. Проходит импорт. Вот тоже всем интересует вопрос. Вы скажете, вот вы как человек закупающий, нам интересно, когда сейчас наши импортеры закупают за границей? По какому курсу идет расчет? По биржевому. Вот. То есть вот вчера было 56. Да, я 56 купил. Это, да, станки, но просто я думаю... Я мог бы купить станки. Про станки отдельно расскажу, почему... Условно говоря. Всем гражданам интересно, почему продовольствие не дешевеет. Потому что вряд ли бананы, как в феврале купили, они лежат и до сих пор они вот столько стоят, сколько стоят. Все ждут, когда все это кончится и хлынет продовольствие, которое за 55 рублей покупают. Ну, оно, допустим, те, кто работает с Европой, логистикой... Да хоть с Китайом, хоть с Ираном. Нет, это большая разница. С Европой логистика разлохла в 10 раз. Это да. Потому что, во-первых, у нас запретили... Раньше я возил своими машинами, мои машины могли каждую неделю... Нет, ну а продовольствие? А сейчас запретили. Я знаешь, что я не занимаюсь, но мне просто Владислав... По продовольствию здесь как бы кунюнктура, опять же, если берут. Почему нет? Дураки берут банан по 90, а по 66. Почему сахар набрали там? Дефицит был. Почему гречку набрали? Берут, давайте, как бы, это манипуляция в некотором... Как сказал Богдан Титамир, people have it. People have it, да. Почему бы не продать? Это, ну, это естественно. Здесь, как говорится, должен антимонопольный комитет уже подключиться и сделать соответствующий анализ. Почему так произошло? Почему не снижает цены? Хотя доллар в два месяца как снижается. Где объяснение, допустим, у бизнеса потребуется? Вот про евро вообще, вы все помните, он снизился позавчера на уровень 15-го года. 15-го года. А цены у нас на все? Вот одежда. Ну, одежда, нет. Одежда, то, что идет не из Китая, не из Азии, а идет из Европы, или это европейские бренды, да, логистика выросла. Выросла. Вот у нас на прилавках давно уже вещи made in Швеция или made in Франция. Ну, везде все сделано в Турции, давно уже в Китае и так далее. Нет, ну, официалы же возили Nike, Adidas, это все привозят через специальные поставки. В Китае. Вы давно вели Adidas made in USA, что было написано? Ну, понятно, что нет, но... Вообще, да, на Адидасе должно быть написано made in Germany. Да, Gemacht in Deutschland, да. Важно быть, да. Ну, поэтому, что они нам рассказывают, откуда, с какой Европы нам везли Adidas? Ну, я понимаю, премиум кит-товары, цветы, что-то сделано, я верю, шампанское во Франции, но все остальное давно сделано в странах Юго-Восточной Азии, поэтому... Здесь только объяснение одно, это складский запас. Пока они не разносятся... Сделанные по 120 рублей за доллар. Да, на страхах, на том, чтобы мы, опять же, полки магазинов не опустили, лучше завести по максимуму, и бизнес старался, пока еще действовали логистические цепочки. Потом Китай, Шанхай, огромный кризис логистический. У них скопилось из-за... У них не было второй волны и ковида, как у нас, там, второй, третий, потому что они это быстро купировали, но они получили ее сейчас. И, в принципе, Шанхай встал, там порты встали, встали отгрузки, соответственно... А железнодороговки у нас нет? У нас есть, но она работает не так, как надо. Хочу добавить то, что Денис сейчас сказал. А кто сказал, что в Китае сейчас все дешево? Я знаю, что Китай давно работает не за плошку риса. Конечно. Тем более сейчас, когда Китай поняли о том, что, оказывается, такие огромные, гигантские игроки, мировые игроки, как Европа и Америка, для России выпали, то, соответственно, они же не дураки. Они не на этом будут зарабатывать. Поскольку русские с китайцами вовсе не на век братья. Ну, это бизнес ничего нечего. Здесь действительно только бизнес, здесь только взаимовыгодные отношения. Об этом надо тоже думать всегда. Но вы же знаете, что, да, все верно, китайцы не работают за плошку риса, и в этой связи западные не только компании давно уже переносят производство еще южнее. Опять-таки мы покупаем вещи, там уже даже не Мэден, Чайна Мэден, Бангладеш очень много. Витнам, которые вроде как друзья у нас большие. Витнам, Тайвань, мы думали, что многие страны у нас друзья, но, оказывается, они нам совсем не друзья. А вот, оказывается, два друга, армия и флот. А, Владислав, скажите, пожалуйста, что вам говорят все ваши, что называется, подопечные в рамках вашей большой серьезной структуры, как торгово-промышленной палаты, по поводу вот этого изменения? Понятно, когда вырос курс доллара, все понятно. А вот сейчас, когда он дешевел, какая была реакция предпринимательского сообщества? Ну, мы же с вами понимаем, да, вот самого злободневного, про стоимость товара, который лежит на прилавке, он, грубо говоря, формируется из трех частей. То, что продается, то, что едет к вам заказанное, и то, что вы делаете заказ. Да, соответственно, когда вы все это усредняете, осознавая свои потенциальные расходы и доходы, цена у вас совершенно не зависит однозначно только от одного фактора, от стоимости валюты, по которой вы это приобрели. Вот. Что касается того роста цен, о котором вы говорили, ну, там, 24-го началась спецоперация, 25-го выросли цены. Почти. А это ожидаемый, это цена ожидаемого риска. Да. То есть любой предприниматель сразу закладывает, оп, у нас тут доллар вырос за день на 5, условно говоря, пунктов, да, значит, завтра вырастет на 25. Пересчитывай. Многие работали еще и по-другому, на реализации от своих партнеров. То есть вы получали, ну, условно, кратцовки по 5 долларов, да, после реализации 5 долларов надо было отдать. То есть, соответственно, если оно у вас в рублях стоило, ну, чисто условно, там, 300 рублей, да, то превратилось потом в 1000. Это вполне нормальная ситуация. Это, ну, может быть, не очень хороший параллель, но из серии, почему не выгодно, что крупные компании западные продолжают сохранять свои точки в наших торговых центрах, но не работают, да. А потому что они платят от чего? Они платят процент от продаж. Нет продаж, нет платежей. Поэтому сейчас и рассматривается возможность досрочного прерывания всех этих контрактов, чтобы дать нашему российскому собственнику эту, так сказать... Зайти на эти кофе. Да, да. Так кофе с этим, да. Теперь, что касается курса доллара, что в нем главное? Ну, или евро, чего хотите, или рубля, это наша основная вольная. Вопрос, мне кажется, основной не в том, высокий курс или низкий, вопрос в другом, чтобы он был стабильный. Да, это самое главное. Чтобы предприниматель предсказуемо понимал, наша отечественная валюта колеблется, ну, условно говоря, на 5 пунктов между 65 и 70. Да, и делал, соответственно, свои расчеты. Вот эта предсказуемость уберет тот элемент риска, о котором мы с вами до этого говорили, да. Вот. И таким образом стабилизирует наши с вами цены. Что касается выше или ниже, но я выскажу свое мнение, оно, может быть, не всегда совпадает с мнением коллег. Нам с вами, как потребителю, на первый взгляд, лучше, чем сильнее рубль, тем... Ну-ка, я объяснил. Да, тем вроде у нас больше шансов. Но есть другая проблема. Да, есть другая проблема. Зарплата в рублях, наполняемость бюджета, соответственно, идет в рублях. Чем больше продали по курсу рубль, да, меньше, чем евро продали и доллары больше, тем больше получили рублей, больше наполнили бюджет и бросили это на развитие или на исполнение бюджета. Вот этот нюанс. Единственное, я, если признаться, не совсем вот так же, как Давит Ильич смотрю на проблему, сейчас это часто называют, искусственный курс рубля, нет его биржевого. Вот, признаться, не совсем согласен. У нас здесь плюрализм. У нас не совсем, да, биржевый. У нас дискуссия приветствуется. Почему он резко вырос, да? Это называется рыночное, что ли? Почему он резко вырос? Потому что нам объявили экономическую войну. Обратите внимание, мы сейчас не будем трогать вопрос наших взаимоотношений с Украиной. Ни у одной из стран, которые объявили нам экономическую войну, нет союзнического договора с Украиной. Мы на них не нападали. Ни на Англию, ни на США, ни на ФРК, да, и так далее, и тому подобное. Они на нас, объясняя экономически, объясняя это тем, что им жалко Украину. Какое юридическое обоснование для этого? Никакого. Они не входят ни в один союз вместе. У них нет договоров, например, советических. У них вообще ничего нет. То есть, если они считают нас по отношению к кому-то агрессорами, они являются экономическими агрессорами по отношению к нам. Эта массовая атака экономическая на нас вызвала искусственный рост курса доллара и евро, и искусственное падение рубля. Почему искусственное? Потому что те самые 300 миллиардов, которые лежали на счетах и могли стабилизировать продажи этот курс, они просто были конфискованы. Реквизированы. Ну, назовите это как угодно. Можно любой красивый термин назвать. Заморожены там, да. Они их просто забрали и все. Следовательно, само возвышение курса уже не было естественным. Оно было искусственным. Да. Поэтому, когда мы говорим, что ну вот, это сейчас Центробанк, это его, то, что он сделал после этого, это как защита. Вас бьют, вы руку подставили. Точно так же сделал Центробанк. Он нажал все кнопки, какие попались под руку. 80% валюты на продажу, да. Значит, ставка Центробанка 20%. Ну, давай все, что можно, вот, я не буду перечислять. Все нажали. К чему это привело нас в итоге? А к тому, что валютные поступления у нас продолжаются. Покупать, как совершенно было сказано. За границей нам вроде как нечего, да. Иностранные наши, недружественные страны постарались. Резко упала наша закупка за рубежом. Куда ее девать? Она осталась на счетах. Кто ее, мы говорим о рыночном курсе, кто ее покупает? Ну, вот, например, Фодеска покупает, да. Сколько? Нет-то экспортеров. Вот, я для примера говорю. Да, соответственно, вам в день там обламывается 600-800 миллионов евро за газ и нефть. А покупают у вас из тех, ну, условно говоря, 100. Кроме того, извините, я продолжу эту мысль. Кроме того, вы гражданам, чтобы в тот момент, когда жали на все кнопки, сказали, за границу переводить нельзя. И покупать нельзя. И покупать. Себе в кубышку. И тут какое-то время вы увидели, что денег-то теперь девать некуда. Называется опять вечная проблема России, деньги девать некуда. У нас же все время профицит бюджет. А вот, что вы сказали? Ну, теперь у нас можно уже 50 тысяч отправлять за границу, да. Хотя разные предприниматели мне рассказывали, как они бегали по разным банкам. И тогда отправляли уже своим там детям, партнерам по 10 тысяч из разных банков. Пока это все стекало в единую систему, он уже все это проводил в порядок. Там штраф на 100% можно залететь на него. Ну, на сумму перевода. Но, как говорится, кто ее считал и когда это будет. Теперь можно 50 тысяч переводить. То есть, ослабили. У нас опять 50% валютной выручки. Но капля моря оказывает у меня не на курс. 50% валютной выручки реализации. Дальше будет, ну, понятно, 11% кредитная ставка. Дальше он будет все время, вот этот вот пресс, снижаться, снижаться, снижаться. Чтобы стабилизировать рубль на том уровне, когда он относительно выгоден всем. А будет ли снижаться? Да, конечно. А если очередной какой-нибудь мегапакет санкций? Ну, к примеру. Сейчас уже трудно что-то придумать. Или уже вы считаете правдой, что меры, они, в большей части, исчерпали уже? Ну, а что придумать? Я не знаю. Я не к нам, кто это вам. Почему я спрашиваю? Ну, я к чему завершаю, в общем, эту совершенно простую мысль. С моей точки зрения, ни в одной стране мира сейчас нет никакого рыночного курса их валюты. Без влияния Центробанка, ну, или федеральной финансовой системы, как в США, как хотите. Китайцы сдерживают свой юрид, не хотят превратить его в мировую валюту. Американцы печатают свой, поддерживают его ставкой соответствующей, да. Ну, и так далее, и тому подобное. Европа, все делают, все основные валюты, все делают одинаково, приблизительно. Вопрос в уверенности, в привычках и в экономической базе, которую вы под это подвели. Ну, и в профессионализме тех, кто это осуществляет. Поэтому, когда мы говорим об искусственном курсе рубля, ну, такой же искусственный, как у всех остальных. И такой же рыночный, как у всех остальных. В принципе, констатирован факт, что рынка-то уже и нету, как таково. Главное, я вам скажу, все-таки это главное, это предсказуемость. Если наш ЦБ и правительство сможет в отчерченных и приучить людей не заверениями, не декларациями, а курс у нас, ну, вот этой политикой, что он все время будет вот в этих рамках, тогда будет проще всем. И экспортерам, и импортерам, и наполнению бюджета. Согласен со всем, что было сказано, но хочу добавить одно. Я немного с другой стороны зайду. Можно жить и с этим курсом. Но... Уточните, каким-то это лично. А вот который сейчас. Подождите, подождите. 60, сейчас вот 6. Можно жить и с этим курсом. Но ЦБ должен быть гарантом стабильности. Например, никто не даст гарантию, что ЦБ, допустим, в июне месяце не примет какое-то другое решение. И, соответственно, все сейчас, весь бизнес ожидает, что вот такой крепкий курс рубля, это только на этот месяц, а вот с июня месяца опять пойдет другой. Вот самая главная беда нашего бизнеса и нашей власти, это то, что нет доверия. Бизнес не доверяет власти, власть не доверяет бизнесу. Вот это надо сломать. Государство действительно должно о своем бизнесе заботиться, как о малом ребенке. Что, не дай бог, там где-то что-то плохое. Надо всегда подстелить соломку, защищать надо. А мы этого сейчас не видим. Поэтому и происходит вот такое шарахание из одной крайности в другую крайность. И Центробанк тоже, безусловно, некоторые ошибки допустили. Это игра с этой ключевой ставкой. То поднимается до небес, то сейчас обратно опускается. И причем это что? За каких-то два месяца. Вот повышение, точнее снижение процента ставки до 11%. Как это-то повлияло на курс валют? Потому что говорят, что это тоже внесло свою лепту в укрепление теперь уже доллара, ну и других валют. Ну и ослабление рубля. Ну, прежде чем отвечу на этот вопрос, я надеюсь, коллеги меня потом дополняют. Я вспомню ту ситуацию, когда Центробанк резко увеличил. И для многих это было, конечно, непонятно. Хотя в одном узком направлении это было понятно. Помогло это рублю тогда? Ну, на какой-то определенный момент времени помогло. Да, буквально на месяц. Просто Центробанк этим показал народу, что держите свои сбережения на депозитах. Скажите, держите карман шире. Нет, 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 я прошу прощения. Вы ограничиваете рублевую массу, которая в обороте. Конечно, конечно. Уменьшаете давление на валютный рынок. И таким образом стабилизируете ситуацию. Вот отсюда эти 20% и нарисовали. Замораживающая мира. То есть тогда просто Центробанк сбил панику. То есть успокойтесь, мы контролируем эту ситуацию. Мы вот на страже ваших интересов. Но это всего лишь психологический момент. Бизнес в определенном смысле опомнился. Вышел из этой стрессовой ситуации. Но бизнесу надо развиваться. А чтобы развиваться, этот процент не дает никак. Потому что все равно кредиты нужны. Все равно кредиты нужны дешевые. Кредиты нужны длинные. Длинные кредиты до сих пор в нашей стране не существуют. Чтобы брать кредиты на 10, 15, 20 лет. На нормальные проценты. Все наши кредиты, они краткосрочные. Это, конечно, для крупного бизнеса убийствами. Скажу так. Ну и, соответственно, сама ситуация привела к тому, что да, чтобы развиваться, чтобы кредиты были более-менее доступными, надо снижать ключевую ставку. И не только. Там еще есть целая масса причин, из-за которых это все произошло. Но я сейчас, если позволено мне будет сказать, дать совет Центробанку, конечно, возомнил. Ну приглашали к представлению эфира. Возомнил определенным образом. Но я прошу прощения. Но я бы предложил, что во что бы то ни стало, сейчас, хотя бы в течение двух лет, эту ключевую ставку надо держать на таком уровне. Или еще понижать. Но ни в коем случае не повышать. То есть повышать точно уже? Точно никак. 11 это много. Это 11, это значит, что бизнес возьмет под 14, минимум. Под 15, а то и 17. Ну, слава богу, это не 20, не 25. Ну, это все равно запретительное. Для производственного бизнеса это нереально. 5-7. Чтобы хорошо жили, 5-7. Чтобы как-то более-менее, ну, хотя бы от 7 до 9. Не двузначный, однозначный. Да, как только вы за 10 переходите, это значит, сворачивается подавляющая часть, ну, или по меньшей мере половина всех инвестиционных проектов. Согласен. Вот, они в стадию залегания переходят и ждут, когда там... Ожиданные, да. Я... Можно к людям-то вернусь? Мы там с вами говорили, да, и вот, таким образом, Центробанк сказал, доллары и евро в кассе не продавать. Да. Почему? А типа только покупать. Здесь причина как раз не в Центробанке. Вот. Это совершенно от него не зависело. Вспомните меру экономической войны, которую перед нами поставили, да? А именно, Соединенные Штаты и Евросоюз запретили ввоз наличной валюты. То есть, у Центробанка может быть миллиарды в электронном виде. Таких, как Денис, к примеру, поступлений. Предприниматель может пойти и купить. Кстати, было особое распоряжение правительства о том, чтобы отличалась сумма, неправильно, стоимость покупки валюты не больше, чем на 2 единицы. То есть, ну, условно говоря, курс 60 продавать не больше, чем по 62 предпринимателям. Для того, чтобы осуществлять экспортно-импортные операции. Это они уже потом сделали. Сперва они нас ограбили. Да, вначале они грабили, в том смысле, они еще и позволяли брать огромную комиссионную часть. Ну, там много чего было, вот в тот момент плавало, так скажем, такого вот экстремального. Но я к чему? Я к наличке, да? Ближе к наличке. Соответственно, где ЦБ возьмет, чтобы распределять по банкам, чтобы туда пришел Роман и сказал, хочу 1000 евро? Да хоть 100. Нет такого пути. Есть единственный, который остался, а именно мы разрешаем населению. Помните, опять вначале-то было не продавать, не покупать и так далее. Мы продавать разрешение получаем у банков только ту валюту, которую им сдало население. Поэтому, если Давид Ильич принес и сдал 100 долларов, Роман, вы пошли и купили 100 долларов. Если их больше нет, то купить уже будет нечего. А запрещать-то было зачем? Ну, просто в какое-то сельское время не было запрета на продажу и по смоктофону. Просто товара на прилавках не было. Вначале с испугу. Не знаю, что будет. А, с испугу, то есть это было. Ну, там такие же люди, как мы, сидят. И давай перестрахуем, что сидят. Я завершаю эту мысль, хотел сказать другое. И это еще нет в печати, но нам спускали по пирамидке торгово-промышленных палат. Ну, много всяких документов присылают. Так там проект указа президента или распоряжение правительства, в зависимости от обстоятельств, о возможности предоставить нашим компаниям, которые, значит, соответственно, получают платежи из-за рубежа, принимать их наличной валютой. А раньше такого не было? Такого категорического. То есть, в 90-е годы введите деньги в чемоданах. Если хотите, это не цивилизованно. Я когда вначале прочитал, мне задали тот же вопрос, говорят, как так, это не цивилизованно. То есть, ты понимаешь, что такое, тебе привезут чемодан с наличкой, а как мы будем это учитывать? А вот я когда поразмышлял, я понял, что ничего сложного, то в этом нет. У вас есть паспорт экспортной и импортной сделки в банке. Открыт счет, вы отправили товар, а он через таможню прошел. Ну, условно говоря, на 100 тысяч долларов. Вам должны эти 100 тысяч долларов поступить на счет в качестве оплаты. А тут вместо этого вам передали чемодан со 100 тысячами долларов. Вы с таким же успехом несете его в банк и говорите, здравствуйте, родные, я принес вам в центах 100 тысяч долларов. Учет остается тот же, потому что статья уголовная за сокрытие валютной выручки, она остается та же. Что наличной, что без наличной. О чем это говорит? Ну, нет у нас налички в таком количестве, да? Это естественно, если нам США и Европа, ну, просто физически не предоставляют. А без наличка есть, значит, надо что-то придумывать. Варианта два. Ну, вот выдумывать такие вещи, ну, или третье, печатать евро и доллара самостоятельно. Самостоятельно, но я думаю, что нам, даже если начнутся, импорт это делать, не расскажут. Скажите, в этой связи как раз вопрос к вопросу возвращаемся о ненастоящести курса. Курс, это, говорят, ненастоящий. Вот, если, к примеру, то есть, во-первых, почему мы не можем купить наличку, потому что, хотя вот Денис перечисляет бюджет государства свои импортные поступления... Это электронные деньги. Это экспортные деньги, точнее, это электронные деньги, налички нету. Допустим, теоретически, если бы Запад снял эту санкцию, везите в Россию хоть в фурме наличные доллары, к примеру, соответственно, и населению сказали, что все, полно. И люди бы, во-первых, вот ваше мнение кинулись бы, соответственно, скупать себе, ну, в кубышку просто наличку, и повлияло бы это как раз тогда на курс. Ну, в зависимости от обстоятельств, да? Какая-то часть людей, она, вот, в связи с недоверием к национальной валюте, запасается ненациональной валютой. Конечно. 30 лет уже, 50 рублей покупали. Во-первых, для этого нужно иметь излишки, раз, да? Ну, чтобы, вот, если у вас только хватило на проживание... Отлично. Подозреваю, что вы не пойдете подозревать валюту. Это первое, да? И второе, вы даже купили, оно полежало, и вы смотрите, а полгода, это зараза, извините за выражение, курс. Как был 60, так и остался. А то еще и вообще сделал плохой поступок, рубль стал дороже, и у вас эти доллары обесценились. Вы думаете, да пойду я их лучше сдам. Они же всегда можно пойти и купить, к чему мы привыкли за последнее время. За последние 30 лет. Поэтому вот эффект, он такой и будет. Он будет такой же, как в предыдущие годы. Да, Ильич, согласны? Не опалит рубль, если вдруг сейчас все верите, сколько угодно. Абсолютно согласен, что бизнес губит паника. И вот здесь как раз... Ты говоришь про курс валют применит? Нет, в том числе. В том числе. А мне тоже. В том числе. Надо успокоиться. Надо успокоиться, и государство должно подать пример того, что у нас все спокойно, у нас все хорошо, ничего не изменится. Где-то надо датировать эти вопросы. Допустим, есть же цели страны, где курс национальной валюты не меняется десятилетиями. И это для бизнеса как раз сигнал того, что там все предсказуемо. Что касается вот той мечты, что народ думает, что вот как хорошо, чтобы был бы доллар там 30 рублей. А еще... А помните, было и 6 рублей долларов. В 98 рублей. 33 копейки. Это было до 2000-х было, да. Но смотрите, какой этот вопрос. Я как раз... Как раз мы... И низкий доллар не очень хорошо, и очень высокий тоже не хорошо. Я сейчас объясню. За границу можно с собой взять 100 долларов в поездку, а тысячу? Ну, страна это не только личные, частные покупки, это еще и бизнес, об этом надо помнить. Производство себя очень... Допустим, для простоты примера, что доллар стоит, допустим, 10 рублей. Мы получаем 100 рублей. Если мы перевести это в доллары, то, соответственно, я за 100 рублей могу купить 10 долларов. Ну, вот смотрите, и вдруг, и вдруг стало, допустим, доллар стал, 1 рубль стоит. Я сейчас за 100 рублей могу купить 100 долларов. Смотрите, когда курс, национальный курс ниже, как, допустим, в случае, когда доллар стоит 1 рубль, а у меня 100 долларов, я могу этим, эти деньги, как бы, вложить, могу больше ездить. Могу больше ездить, соответственно, я там покупаю товары, могу много импортных товаров купить. Значит, а вот когда доллар 10 рублей, то вместо 100 у меня уже долларовой массы меньше. Соответственно, если долларовой массы меньше, я больше буду стараться заменитель купить, то есть свой, свое производство, то, что у себя производится. Поэтому для страны слишком дешевый курс невыгоден, потому что в этом случае, в этом случае, все, что необходимо, мы можем это закупить. И бизнес закупает в большом объеме и приносит сюда. В этом случае наши заводы простаивают, наше сельхозпроизводство простаивает. Вот, кстати говоря, в самом начале, когда был, это мы подбили, вернее, наш бизнес немного задвинули назад, и наше сельское хозяйство тоже задвинули назад. Так же, как и когда наоборот происходит, это время мы тоже не использовали. Как бы в это время надо было, вот почему провалили импортозамещение. Было, ну, недооценили, деньги были разворованы очень много, контроля не было, а они думали, что все это как бы временно. В бизнесе второстепенных вопросов нет. Там все очень серьезно. Держит, не дает укрепляться Юаню. Конечно. Хотя у него есть все, как бы, все возможности для укрепления. А Япония с 90-х годов не дает Юаню укрепиться. Именно из-за того, чтобы защитить свой рынок. Своего производителя. Мне уже не выгодно поэтому продавать на экспорт. Как бы высокий курс рубля, крепкий рубль, он убивает производство отечественное. Да, слабо убивает население. Здесь есть другой интересный момент. Баланс. Мы находимся сейчас в уникальной ситуации, когда вот этот самый конкурентный производитель за рубежом сам или по причине наличия политической воли своих государств, нам это продавать не собирается. И вот здесь есть возможность закрепить рубль на более твердой позиции, а у иностранной валюты на более низкой, и не убить производителя. Потому что это нужно сопровождать, второй важной вещью, дешевым кредитом для нашего производителя. То, о чем мы поминули. Вот 5, 6, а длинный будет, как только будет предсказуемый стабильный курс рубля. Он сразу станет длинным стабильным. А нам же говорят, что сейчас все отрежут, а не окончательно освободятся. А дайте, 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 не отрежут это никогда. Заканчивайте свою мысль. Да, заканчивая свою мысль, иными словами, сочетание относительно крепкого рубля с невозможностью поставить нам импортное от тех, кто нам враг, да, и длинный дешевый кредит дадут хороший шанс на процветание нашего производителя. Да, я тоже согласен. И удовлетворят потребности населения. Потому что я утрирую то, что вот сказал Давид Ильич, он абсолютно правильно сказал, да. Если мы вот оставляем старую схему до 24 февраля, когда при крепком рубле все можно привезти из-за границы. И в то же время... Ну я условно, я очень условно, мы его укрепляем, да. Крепки за 30. Мы с вами продали нефть и газ, получили меньше рублей, и потом приходит, ну условно, Роман получает в кассу своего там муниципального образования, ему говорят, знаешь, ну была у тебя зарплата 50 тысяч рублей, но в связи с тем, что вот у нас теперь меньше доходов в бюджет, будет у тебя 40. Окей. В этом теме, понимаете, куда ни плюнь, всякий раз прихожу к производству, купить отечественную русскую, а у меня вот это, вот это импорт подорожал. Хотите, продолжим ваше заключение, действительно, он тебе говорит, что да, курица дорогая, яйцо дорогая. А когда разбираемся, он действительно говорит, вот так, так, и потом, когда мы еще больше разбираемся, получаем, что так, какую он технологию использует для того, чтобы выращивать, оказывается импортная. Да. Значит, на каком тракторе пащат, оказывается импортная. Семена импортные. Значит, если какой-нибудь семейной фонд свое, нет, это как раз говорит о том, что эти процессы должны носить очень долгосрочный характер, об этом надо думать постоянно, вкладывать свое. Вот опять вложение в основные средства. У нас нет ни одного нормального завода, который трактор изготавливает, которых можно сопоставить с иностранным трактором и так далее. Давайте дальше, автомобили, там все, что угодно. Поэтому у нас, мы сталкиваемся с системным кризисом, что бизнес это очень серьезная вещь. Бизнес не терпит вот такого, сегодня я так хочу, завтра так хочу. Вы же знаете, что в других странах приходят правительства, но курс бизнеса не меняется. А у нас, к сожалению, через колено все ломается. И все, все, не надо. Это такие вещи, которые трогать нельзя. Это уважение собственности, это уважение потребителей, это уважение к труду, уважение умных людей, предприимчивых людей. Предприимчивые люди это национальное достояние. А у нас предприимчивых людей ненавидят. Вот вам и отношения. А я очень уважаю своих коллег по ту сторону студии. Они хотят выпустить рекламу. Не прекращаясь, мы подведем итоги программы. Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем курсы валют. Ну, в принципе, все понятно. У нас буквально остается, мне мои коллеги подсказывают, 4 минуты до конца эфира. Поэтому я хочу, уважаемых гостей, спросить, господа, лично ваше мнение. Вот как вам кажется? Я понимаю, что Господь, как говорит человек, предполагает Господь, предполагает. Ну, в данном случае, ваше личное мнение, каким будет курс валют, не будем заказывать, может быть, даже до конца года. Ну, к примеру, в течение лета, может, в начале осени. Позвольте мне, уважаемые коллеги, но я сделаю такую оговорку. При условии, что у нас политическая ситуация не изменится. Вот будет идти вот эта та же самая война на Украине. Вот такая ситуация, да. Резкого изменения не будет. Ни в худшую, ни в худшую. Вот как сейчас. Я думаю, что для того, чтобы поддержать стабильность в обществе и в бизнесе, курс будет колебаться где-то между 70 и 80 рублями за доллар. Денис. Я тоже абсолютно с этим согласен. Я надеюсь, что Центробанк учел уроки, так сказать, прошедшие, и будет более внимательно относиться, не будет резких движений. Я надеюсь, что так будет. Хотя, конечно, мы, в принципе, кризиса-то еще и не видели. У нас сейчас все хорошо пока, на самом деле. Я боюсь, что июль, август будет для нас тяжелым. А что может произойти, если так, в двух словах? Ну, уже происходит. Останавливаются заводы из-за отсутствия компонентов. Тот же автовазы. Автоваз уже встал? Да, стоит. То есть, ну, все как бы сейчас много-много-много, где мы зависим от импорта. Если мы успеем переориентироваться, конечно, бизнес сейчас делает все возможное и невозможное, чтобы переориентироваться с Европы на Азию. Но Азия не все может поставить, плюс коронавирус наложился в Китае. То есть, логистические цепочки все выстраиваются. То есть, основной пик проблем появится в июле-августе. И в этой связи доллар. И с этим должен, что доллар может быть опять, мы будем иметь панические какие-то такие тенденции до 110. Но я очень надеюсь, что, в принципе, Центробанк сможет купировать это и оставить курс комфортным для экспортеров и импортеров 70-80 для населения. Вы что думаете? Ну, мое мнение такое. Падение производства, которое неизбежно в связи с тем, что перестройка будет в июле-августе, оно произойдет. На курсе доллара это сильно не скажется. Почему? Ну, это же мое мнение. Нет, я говорю, почему вы так думаете? Я, естественно, спрошу, почему вы так думаете? Потому что те крупные заводы, предприятия, зависящие от комплектующих, не зависят таким образом от большого пика или погружения на дно курса доллара. Это не сказывается напрямую. Запчастей у автоваза нет. И что? Понятно. И? Да, следовательно, я бы придерживался цифры 70-75, совершенно согласен. Единственное, я думаю, ЦБ может не удержаться и где-нибудь, чтобы поправить бюджет, делать нам такие пиковые забросы. Недельку-две мы поднимем, потом недельку-две мы опустим, ну, чтобы насобирать рублевую массу. Ну, а в целом на перестройку всей составляющей экономики нам потребуется еще год, где-то полтора. Для того, чтобы мы вернулись на позицию до 24-го, я имею в виду, как по показателям вернулись с точки зрения работающих заводов. Это не значит, что они будут производить столько же, да, или какого-то замещения. Ну, это так, как минимум, да. Это когда все будет опять работать, то есть логистические связи мы другие построим и так далее. Вот год-полтора это минимальная цифра с моей точки зрения. Ну, и, пожалуй, что еще можно сказать? Я думаю, что ставка ЦБ, она все-таки за 10 будет убрана процентов. Это мое мнение. Ниже 10. Да, и какое-то осмысление в правительстве, что в разгон экономики нужны дешевые достаточно деньги, оно присутствует. Кроме того, ничто не мешает их действительно влить, да, потому что есть и профицит бюджета, и, кроме того, есть еще и возможность, что бы мы там ни говорили, чуть-чуть подпечатать или поменять на вот эти евро и доллары, которые, в общем, как бы не всегда нам и нужны. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости. Ну что ж, дорогие телезрители, вы все слышали, но будем надеяться, что действительно какая-то стабилизация будет, поэтому вот у вас вопрос, конечно, у многих, что делать, покупать или не покупать доллар, это вопрос для чего не вам. Если, конечно, вы хотите вдруг поехать за границу, ну, наверное, может быть, сейчас стоит купить, потому что доллар будет еще и дальше дорожать. Если, конечно, просто для сохранений, ну, подумайте, не потеряйтесь ли вы в итоге на конвертации, потому что всем известно, что одно дело курс Центробанка, другое дело, что вы сейчас купите подороже этого курса, а потом будете продавать, чтобы купить хлебушку, молоко, подешевле. Поэтому тут надо все взвесить. Спасибо большое, уважаемый гость. До новых встреч и стабильность нашей экономики и валюте. До свидания.